Связаны и уложены на пол. Это успешная операция уголовного розыска по задержанию автоугонщиков. Оперативники извлекли подозреваемых из подпола частного дома, где предполагаемые преступники прятались от полиции. В полицию обратился мужчина с заявлением о хищении личного транспортного средства. По словам потерпевшего, он оставил незапертый автомобиль марки УАЗ-2107 во дворе своего дома. На место происшествия была направлена следственная оперативная группа полиции. Полицейские эксперты и сыщики тщательно изучили обстоятельства, при которых была похищена автомашина. По самому вероятному сценарию преступление носило спонтанный характер. Неизвестные воры заметили открытый автомобиль и совершили его хищение. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались двое 29-летних и один 33-летний житель областного центра, которые были задержаны в жилище одного из фигурантов. Водельники пытались спрятаться от правоохранителей в полдремя. Я увидел, просто дверь открыта была. Ну, приоткрытой. Как завели ее? Завел, включал. Ключи были в самом автомобиле. А ваш приятель еще какие-то документы вы показывали? Да, там все документы на машине были. Чьей машине вы не знаете? Нет. В день кражи приятели вышли на улицу со смутными криминальными намерениями. По признанию одного из задержанных, вначале они планировали украсть с какой-нибудь автомашины аккумулятор. Болтались по дворам, пытались совершить кражу и нашли в итоге незапертый автомобиль. Немножко выпили, он сказал, пошли до моей машины дойдем. Все, мы пошли прогулялись, делали машины. По пути встретили 14-ю машину. Подошел к ней, попросил меня капот поднять. Ну, приподнять, помочь ему. Мы чуть-чуть один раз это приподняли. Кто-то крикнул. Мы все, отошли оттуда. Я подошел в туалет по маленькому возле дома. Пока сходил, он уже крикнул, типа, давай садись, поехали, я тебя до дома довезу. Украденный автомобиль один из фигурантов отогнал в гараж. По его же собственному признанию, машину планировал разобрать по запчастям и продать через Авито. Этим планом реализации краденого помешали неожиданно появившиеся оперативники, от которых пришлось спрятаться в погребе. Прятались в погребе. Ну, что вы объяснили своим товарищам? А зачем нужно прятаться? Нет, ничего не объяснил. Просто это увидел, потому что это оперативники, потому что они до этого уже приезжали. По какому поводу? По поводу девушки одной. Она там в подъезде у нас порезала двоих. То есть визуально вы и знали? Да, сотрудников ли? Да. Ну, я и знал, какая у них машина. Похищенный автомобиль полицейские обнаружили в гараже, неподалеку от места задержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Таймное хищение чужого имущества. Чтобы не стать жертвой преступления, ОМВД России по Ивановской области рекомендуют. Не оставляйте ключи в автомашине, даже покидая ее ненадолго. Выходя из автомобиля, всегда включайте имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны. Проверьте, закрыты ли двери и окна автомобиля. Если вам надо оставить автомашину на ночь, выберите хорошо освещенное просматриваемое людное место. Помните, оставляя в салоне автомобиля сумку или портфель, крепление навигатора или видеорегистратор на лобовом стекле, автомагнитолу, вы можете спровоцировать противоправные действия в отношении вашего имущества. Внимательное отношение к своему имуществу избавит вас от неприятных моментов.